Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем сборку сама сбора с кинематикой CorexY и сегодня мы поговорим о способах подключения шаговых двигателей. Конструкция моего принтера реализована в двух ШВП СВУ 1204 от магазина C&A Mechanica Podstore. Для точности перемещения и отсутствия перекосов стола синхронизировал валы с помощью замкнутого ремня GT2, а для увеличения надежности поставил два достаточно мощных мотора NEMA 17 от магазина Mellow Store. Но естественно возник вопрос, как же подключить эти два мотора на один драйвер? Есть две схемы подключения, параллельная и последовательная. И сегодня мы с вами их рассмотрим на реальном примере. Для тестирования будем использовать моторы с моментами инерции 68 грамм на сантиметр квадратный, с плавным ходом ротора и габаритными размерами 42 на 48, а также весом в 360 грамм. Так как у разных производителей провода могут иметь разную расцветку, то ориентируйтесь именно по 4 пиновой клемме. Для начала рассмотрим параллельное подключение. Это когда провода двигателей соединены как бы по цветам. При этом двигатели условно независимы. И такое подключение требует максимальной идентичности по сопротивлению обмоток. При таком подключении ток проходящий через драйвер приходится увеличивать почти в два раза. Если один двигатель потребляет ток немного больше, чем второй, то второй двигатель находится в режиме токового голодания, что легко может привести к пропуску шагов. На 4 пиновой клемме обмотки моего мотора расположены в такой цветовой последовательности. Первая обмотка черный-зеленый, а вторая красный-синий провод. А сейчас небольшой лайфхак, как проверить моторы на работоспособность без пайки. Берем 4 пиновый разъем, вставляем с обоих сторон клеммы моторов. При этом совмещаем так, чтобы цвета проводов совпадали и начинаем прокручивать один из моторов. Второй же мотор будет синхронно повторять действие первого, в том же направлении. А если развернуть один из разъемов на 180 градусов, то моторы будут крутиться в разные направления. По сути это и есть схема параллельного подключения. При последовательном подключении двигатели получают одинаковый ток и практически повторяют работу друг друга с максимальной синхронизацией, но минусом такого подключения является возможность просадки крутящего момента. И то в том случае, если будет очень высокая скорость передвижения и большая нагрузка. Поэтому такое подключение я и решил выбрать для своего принтера, именно для оси Z. Чтобы соединить последовательные обмотки, нам нужно из каждой клеммы вытащить два провода разных обмоток, согласно схеме приведенной выше. После чего нам нужно как бы соединить эти клеммы в одну единую, при этом соблюдая цветовое расположение. В моем случае это черный-зеленый-красный-синий провод. Таким образом мы собираем без пайки все в одну клемму. Остальные свободные провода обмоток, замыкаем между собой согласно схеме выше. Для этого также мы будем использовать разъемы и клемму, к которым подсоединяем с обоих сторон провода и таким образом собираем последовательную цепь обмоток двух моторов. Остается только проверить на работоспособность. Подключил к материнской плате к реалити и запустил ось Z. И как видите, мотор работает синхронно на одном драйвере. Остановить рукой мотор не удается, поэтому я решил усложнить задачу и проверить эту схему на своем самосборе CoreXY. Сперва я проверил на холостом ходу, но после решил поставить 6-литровую баклажку воды. И несмотря на такой существенный вес, кинематика стола справилась просто отлично. Никаких пропусков шагов не наблюдалось и даже драйвер на материнской плате не нагрелся. Ремень синхронизации отрабатывает великолепно и никаких заеданий и закусываний не происходит. Конечно же нужно отдать должное качественным направляющим ИШВП СВУ 1204, которые полностью избавили конструкцию от люфтов и подклиниваний в процессе работы. Последовательная схема подключения я остался очень доволен и вам ее тоже рекомендую. А также рекомендую посетить три остальных магазина, в которых я постоянно покупаю для обзора те или иные комплектующие. Если вам это видео понравилось и было полезным, поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами был Макс, до новых встреч, пока друзья.